хочу рассказать историю моего подъема на педан это история о том как не надо делать ну как потому что я с трудом выжил и после этого подъема сильно заболел воспаление легких было ну и кое-как нашел дорогу домой уже ночью вышел из леса нашел тропинку спасло меня там только одно что я знал примерно в какой стране тропинка находится началось все с того что я решил погонять педана на сноуборде тарас вторая ошибка заключалась в том что погода была неподходящей для этого 3 так как мне нужно было много чего нести там сноуборд камеру другую аппаратуру и еды с собой не взял и еще одна ошибка была в том что я не позавтракал ну в общем где-то в середине пути силы у меня закончились и я реально стал замерзать потому что она когда так холодно нужно не просто завтракать а нужно употребить пищу что-то такое высококалорийное желательно содержащие много жира в идеале конечно взять с собой чего-нибудь хотя пообедать или поужинать но началось с того что друзья с хабаровска пригласили подняться на педан я там ни разу не был думаю поснимаю видео перед тем как подняться заехал на горноложную трассу которая под педана находится когда катаешься не вблизи города где-то в тайге при на самом деле заряжающей энергией не только потому что там какой-то воздух наполненный праной он чистый наполненный ароматами природы деревьев им какая-то чувствуется сила даже вот нам приморский край когда прилетаешь и пусть я прилетал там с геленджика приморье прям выходишь из самолета уже прям чувствуешь реально совсем другой воздух благодаря тому что тут вокруг тайга лес и море живое которому много водорослей а тоже дает кислород и вот этот воздух такой наполненный энергией силой праной он особенный и вот когда на таких трассах катаешься которые по сети тайги находятся заряжаешься хорошо так прямо на несколько дней силой ну покатались мы на этой трассе и поехали к педану под ножью там палатку ребята уже поставили палатку печечку установили ну-ка помахали ручками это переночевали чтобы с утра подняться на педан с утра по я там с утра не встал слишком рано потом пошел еще видео поснимал местное единоборство на гаге педан на узкая борьба так вот рассыкается в общем когда все ушли ну я еще поснимал и начал потихоньку подниматься мы постоянно по дороге останавливался его снимал эти красоты красота конечно неописуемая с не как раз выпал и этот снег его ветер еще не сдул с деревьев и так красиво смотрелся на этих деревьях когда их смотришь живую конечно чувствуешь силу энергию то есть на самом деле человек питается не только через рот но только получает пищу для глаз это смотрит на такие пейзажи на природу красивую на какие-то произведения искусства прекрасные не такие как черный квадрат малевич в которых именно такая божественная красота ну и в общем я шел он любовался и вот это все снимал постоянно везде зависал ну когда я в общем поднимался не встречал людей саша говорит саша ходил на эльбрус говорит подъем такой же короче когда я где-то был середине дороги уже встретил ребят которые уже обратно шли наших машин ручками девчонки я умираю есть хочу ленка я же ничего не поел не есть охота ништяк вам то есть вообще нечего что там есть нечего туризм это интересная штука достаточно а теперь позитивный умный в гору не поедет классная гора море пароход видно было это полный педан шоколадку поел меня силы чуть появились по крайней мере до вершины добраться что это вы тут делаете а мой классный нау на вершину есть одно место такое теплое поднялся на вершину но тут на вершине интересно хочу что велосипед занесенный снегом замерзший братан живой нет ребята лежали спидана необыкновенный пейзаж не тогда еще снимал в то время на такую камеру не широкоформат не особо красиво пейзажи передает но когда сам смотришь на это всю красоту взгляда не можешь оторвать очень красиво и прямо оттуда море видно это зрелище конечно завораживает очень красиво аллах как меня вот это природа нравится вообще говорить даже ничего не могу слов нету посмотреть цветочка горы и везде зелень милин замечательно всем рекомендую но только чтобы подняться на педан получить удовольствие нужно погоду выбрать хорошие соответственно детства по погоде естественно поесть хорошо но и с собой что-то такое взять высококалорийное полезное не тяжелое взять с собой минимум еще и вещей подниматься налегке ну и когда спускаться будете само собой нет не отклоняться от маршрута полюбовавшись красотами а вот я решил наконец-то прокатиться на сноуборде везде короче на везде в общем скалы торчали камни более-менее чистый склон был очень далеко от тропы не пришлось ехать слишком далеко в сторону а когда уже начал возвращаться в сторону тропы начался лес с рыхлым снегом ну и все снега по пояс пришлось сноуборд тащить уже опять на себе короче говоря когда оказался в этом лесу начал двигаться в сторону тропы я знал что тропа в сторону захода солнца и вот начал в ту сторону двигаться и так я двигался до самой ночи ночь наступила в общем надежду я уже потерял думал что все я уже тут навечно останусь в лесу единственно спасало что я знал что примерно в той стороне тропа все-таки должна где-то быть ну и по ночному лесу это продолжит ползти разгребая снег конечно мне там уже не до съемок было все это я не снимал ребята там уже ночью пошли меня искать в общем все таки часам 12 я уперся в эту тропу с плотным снегом все начал свой спуск вниз потом еще несколько дней валялся со спалением легким на все друзья быть добро